Иисус Христа 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 И, к примеру, когда человек выдает из себя больше, нежели он есть на самом деле, это тоже делается с помощью неправды, и он получает от этого удовольствие, что все считают и думают о нем как-то так, как он себе захотел. И вот в этом есть искушение. Но я бы хотел, чтобы каждый из нас укрепился в том, чтобы так не поступать, потому что ущерб от неправды намного больше, чем человек думает, он получит от этого пользы. Есть написано Галатам 6-7, что посеет человек, то и пожнет. Я сказал, что люди думают получить какое-то достижение, какой-то цели. Думают, потому что использование неправды для достижения каких-то целей похоже чем-то на волшебство. Это когда человек, прибегая к этому, какую-то проблему одну решает, но взамен получает другую проблему, и, возможно, даже большую, чем та первая. Я хотел бы привести пример, к примеру, очень встречающаяся практика из жизни, когда родители, воспитывая своего ребенка, они, бывая, обманывают детей в разных совершенно, казалось бы, безобидных ситуациях. Потому что ребенок еще ничего не понимает, и вместо того, чтобы сказать ему правду и истину, возможно, это кажется очень сложно для ребенка, поэтому легче всего сказать какую-то неправду, у нас говорят, задурить ребенка, и достичь своей цели, или его успокоить, или отбить желание что-то спрашивать, или просить, или еще что-то. Но вместе с тем, родители сеют у детей семена неправды. Эти семена, они вырастают в детях, и потом, я думаю, это не секрет, дети приносят плоды. Они обманывают своих же родителей, тех, которые обманывали когда-то их. Плоды, для чего плоды вообще на деревьях, на кустах везде? Их суть в основном, чтобы взрастить новые семена, и чтобы дальше их сеять, чтобы это все умножалось. И если вот сеять там маленькую неправду у детей, они принесут плоды и будут сеять уже больше, будут больше распылять вот этой неправды. Поэтому те слова, которые написаны, что посеять человек, то и пожнет, они правдивы, и они сбываются в жизни человека. Второй пункт я бы хотел отметить, опять же, как побочный эффект неправды, это то, что те, кто обманывает, тоже потом получается обманутым. Когда он сеет неправду или поступает не по правде, а по неправде, ему это возвращается. Он получает тоже. И человек не может быть уверен, что оно получится в той же сфере, где он посел вот эту неправду. Оно может прийти к нему с другой стороны, где он даже не ожидал. Я бы хотел подтвердить эти слова в этой же главе Евангелия Иоанна, в 8 главе, 43 стих, и дальше я прочитаю беседу Иисуса. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушается, слова Божьи. Вы потому не слушайте, что вы не от Бога». Я увидел в этих словах намек на то, что люди, которые поддерживают неправду, пользуются неправдой, это же неправда им возвращается и наносит им же ущерб и урон. Они опять же попадаются на это. И когда люди думают достичь каких-то целей, возможно, той цели, которую они себе поставили первой, они достигли, но какие-то цели они теряют из-за того, что это неправда, им обратно возвращается. Еще бы я хотел такой третий пункт, который мне кажется важным, еще один побочный эффект неправды, чтобы укрепить каждого из вас и не задумываясь в разных ситуациях, а может быть там как-то сказать неправду, чтобы каждый из вас был утвержден в том, что это плохо перед нашим Отцом Небесным. Я увидел в этом, когда человек заради какой-то материальной выгоды использует неправду, это чем-то мне напомнило то, как Исаф, он отказался от своего первородства заради одной снеди. Вы помните эту историю? Когда он очень хотел чего-то, он очень хотел кушать и настолько сильно хотел, что он готов был отказаться от своего первородства. После этого он уже ничего вернуть назад не мог. Он понял, я думаю, свою ошибку, он уже ничего не мог поменять, потому что он это дело сделал. Я вижу что-то подобное, когда дети Божьи, когда мы, имея спасение в Иисусе Христе, прощение всех наших грехов, которые мы делали до этого, когда мы имеем поддержку Божью и поддержку Духа Святого, когда мы имеем Слово Божие, когда мы имеем все благословения и все, в чем мы имеем нужду, Бог заботится о нас, используя какие-то рычаги, которые не принадлежат Богу, а принадлежат дьяволу заради какой-то выгоды временной, земной, в основном это материальная выгода, которая, скорее всего, будет уже лишней для нас, потому что Бог заботится обо всем, и Бог не желает, чтобы мы пользовали какие-то инструменты врага. И когда дети Божьи вот это делают, мне очень сильно напоминает ту ситуацию, когда человек отказывается от своего благословения, вот в этом случае был Исаф, заради вот этой снеди. Знаете, я раньше думал, ну я слышал эти проповеди, ну к чему же это было применить? И ко мне дошло, что вот это можно применить и в этом случае. И я бы хотел еще подметить, что Бог много терпит, Бог прощает грехи всех кающихся, но никакая материальная выгода, никакая материальная польза, она не оправдывает и не есть достойной того, чтобы пойти на сделку с грехом, чтобы пойти на согласие с неправдой и иметь что-то общее. Пусть даже если смотреть не духовными глазами что-то общее с дьяволом, а смотреть просто обычными человеческими глазами, иметь что-то общее с теми людьми, которые, пользуясь неправдой, делает очень много беды другим людям, очень много беды делает в мире и так далее, в зависимости от того, какая у кого власть. И здесь везде фигурирует неправда. Да поможет нам Господь, чтобы мы с этими людьми не имели ничего общего. Есть написано еще в Иоанна 4 главе 23 стихом, такие слова. Иисус говорит, «Но настает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Отец ищет поклонников, которые поклоняются Ему не только в Духе, но и в Истине. И нельзя сказать, что Бог ищет поклонников, которые будут Ему поклоняться в неправдах своих, в каких-то несправедливых делах и поступках они будут пребывать и поклоняться Ему. Бог готов таких людей прощать, принимать покаяние, но Он не таких поклонников ищет, но тех, которые будут поклоняться Ему в Духе и в Истине, иными словами, в правде. Я бы еще прочитал из Луки, Евангелия от Луки, 13 глава, с 25 по 28 стих. Здесь еще написаны такие слова. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но Он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты!» Но Он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы!» «Отойдите от Меня, все делатели неправды!» Там будет плащ и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Якова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. Мы видим, что люди были близко к Иисусу. Они там находились, где Он проповедовал и так далее. Но Он сказал, «Не знаю вас! Отойдите от Меня, все делатели беззакония!» Или здесь написано, «Все делатели неправды!» Я хотел бы еще рассказать для вашего укрепления в вере один случай из жизни, который произошел у меня, ну, это было не меньше 8 лет назад, точно уже не помню, по этой теме. Ну, у меня случаев было больше, но этот самый яркий такой. Была у меня такая ситуация, когда я ехал с братьями и одной сестрой в Киев на служение, и там по трассе между Ровно и Житомиром, были такие ограничительные знаки, как там можно ехать 110, ну, тогда, а потом часто попадались такие знаки 90, 70, 50, пешеходный переход, 90, 70, 50, пешеходный переход, и таких было там несколько, пешеходных переходов. Ну, я старался притормаживать и так ехать, как надо, на эти 90, 70, 50, но последний раз я уже устал от этого, когда только разгонишься до 110, и опять 90, 70, 50, я только на 90 пустил газ, на 70, может, еще как-то там прошел, но на 50 я уже точно не проходил, я просто расслабился. А именно там стоял пост ГАИ, там вообще построен целый дом, я этого не знал. И я там расслабился, именно в том месте. Меня остановили, мне сказали, что я там превысил скорость на 50, сказали, что могу пойти посмотреть, что они там сняли, я пошел, посмотрел, да, я там превысил, да, я знал наперед, что я там превысил, потому что именно там я расслабился. И они мне объясняют такую ситуацию, говорят, нам дали указание, чтобы за превышение скорости делать максимальный штраф, потому что это повышенная опасность и так далее. Но можно сделать так, что написать, что ты стал под знаком, тогда будет минимальный штраф. Ну, я так понял по этим разговорам, намекам, что мне намекают, чтобы я дал взятку, и мне тогда сделают минимальный штраф, уже не за превышение скорости, а за то, что я стал под знаком. Я это когда только понял, я им сразу говорю, я верующий, я эти, я взятки не даю, как я понимаю, что я виноват, вот как должно быть, пусть так и будет. Ну, я не согласен на неправду. Они говорят, хорошо, пошли, там в тот дом меня завели, и тот, который меня заводил туда, а там сидел другой за столом. Он говорит, это верующий, сделай ему по минимуму. Я сел за стол, он мне то же самое рассказывает, говорит, за превышение скорости, у нас указание делать по максимуму, штраф, но я тебе напишу, что ты стал под знаком, будет у тебя минимальный, так как коллега попросил. Я говорю, а я должен подписать эту бумагу, что я стал под знаком? Он говорит, да. Я говорю, да, это же неправда. Я подписывать неправду не буду, потому что, ну как, это неправда. Я не согласен, я говорю, я понимаю, что это намного дороже. Мне в то время денег хватало только на бензин, на штрафы уже не хватало, особенно на максимальный, там он большой был. И говорю, я понимаю это все, ну пусть будет, как оно должно быть. Ну он там что-то записал, дал мне документы и говорит, знай, я тебе ничего не выписал, раз уж ты такой правильный. И знаете, я когда вернулся в машину, я понимал, что это Божья рука. Даже когда я был виноват, но в той ситуации я, ну так Бог помог, что я не согласился на неправду. Если бы я на нее согласился, я бы, во-первых, неправду сделал, против своей совести, так еще бы и штраф заплатил минимальный. А Бог так сделал, что эти люди решили меня отпустить без штрафа. И это, да, слава Богу, и это яркий пример того, как через правду Бог решил проблему наилучшим образом. Чтобы каждый из вас, я его привел вам, чтобы каждый из вас утвердился в том, что кажется по-человечески, если я скажу неправду, там все, вопрос будет решен, а если я скажу правду, там будут проблемы, там или штраф, или еще что-то. Бог, как было сказано раньше, поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. то есть, если всегда поступать так, как наш Отец Небесный учит нас, если так действовать, даже если мы что-то потеряем, здесь земное, мы намного больше приобретем. никакое вознаграждение земное не достойно того, чтобы запятнать свою белую одежду и не попасть в Царство Небесное. Я бы хотел, чтобы... А еще бы хотел напомнить тот пример, когда эти братья, Сидрах, Месах и Авдинага, они сказали так, что Бог может нас спасти, а даже если не так, мы этому истукану не поклонимся и Твоим Богам служить не будем. То же самое и здесь. Даже если именно в этой ситуации сказал правду или поступил по правде, тебе придется понести какой-то ущерб материальный, и Бог это не покроет, как получилось в том случае, о котором я засвидетельствовал. Но даже если и так, то мы все равно не поклонимся этому делу. Пусть Бог поможет, чтобы мы утвердились так, как вот эти три брата. Чтобы мы были готовы заради Божьего дела, заради Божьего слова, заради истины, заради правды быть готовы понести любой ущерб, но чтобы не пойти на сделку с грехом, чтобы в этом устоять. И как Иисус сказал еще в Евангелии от Иоанна 14 главе, я бы хотел, чтобы каждый из нас мог точно так же сказать в конце своей жизни. 14 глава, 30 стих. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Это Иисус сказал под конец своей жизни на земле. Он прожил так жизнь, что князь мира сего, то есть дьявол, он ничего в Иисусе не имел. Никакой зацепки. Пусть поможет нам Господь, чтобы и у нас не было никакой зацепки, никакой неправды, за что может Он зацепиться, за что может тянуть нас к другим грехам, к другим вещам, которые нас еще больше могут отдалить от Бога. Пусть у нас ничего такого не найдется. Да благословит всех вас и меня в этом Господь. Субтитры создавал DimaTorzok